Дмитрий Владимирович, Ваш комментарий по сегодняшнему победному матчу? Много говорить не буду, да, то что настраивались мы на этого соперника, да, соперник хороший соперник. Обученные ребята, молодые, амбициозные, да, стремятся попасть в основной локомотив, обученные, непростая игра, непростая игра, но хочу сказать, что мы готовились к этой игре и, в принципе, то, что мы просили от ребят, да, я им сказал в раздевалке, что на установке, что вот эти молодые команды, то, что ленинградец, локомотив, казанка, похожие, похожие, и здесь на первый план выйдет самоотдача, движение, борьба за мяч, страховка друг к другу, помощь, потому что индивидуальные игроки некоторые посильнее, да, побыстрее, а не помоложе и побыстрее, естественно, вот, поэтому были готовы к этому, но все равно какие-то были ошибки, вот, и голу это привело, да, но в целом, в целом игра складывалась, я считаю, что в нашу пользу, да, и, соответственно, благодарен ребятам за победу, за самоотдачу, да, и подкат, и не жалели, как говорится, живота своего, да, это второй гол, пример для всех, то есть, не испугался, не убрал голову, а принес к команде победу. Травма? Андреев, Мясников? Нет? Ну, специально Мясникову, там, ну, я не думаю, что она не позволит ему выйти в следующую игру, да, то есть, там, по-моему, губа разорвана, что ли, вот, травма, и, а у Никиты, ну, возможно, там, приводящий. Задача стоит нашему главному специалисту по восстановлению ребят, реабилитологу Олегу Алексеевичу, стоит задача подготовить Андреева к следующей игре всеми возможными и невозможными способами. Вопрос, коллеги? Владимирские новости, Ольга Геляева. Тут тренер Казанки только что на вашем месте сказал, что торпеды в этом матче просто повезло больше. Это прям, правда, везение или это результат того, что команда играет и сыграет с ребятами между собой? Ну, везение я бы не сказал, но первые голы, там, мы это стандартное положение наигрывали, да, и оно сработало, не знаю, насколько это везение. Моменты были как у них, так и у нас, да, то есть, соответственно, понятно, что моменты создаются из-за ошибок соперника, да, кто-то наказывает за них, кто-то нет. Вот мы, в принципе, в этом плане преуспели, наказали два раза за ошибки соперника. Они нас всего лишь один раз. Могли бы и ты. Ну, и мы могли больше. Сасову не повезло, это перешло у нас момент. И у нас моменты были. Сасову. А, у нас момент, ну, там, да, мы его спросили, там, он, в принципе, говорит, что бежал забивать, то есть мяч шел на ногу ему, а там до него кто-то задел мяч, и он изменил траекторию, поэтому он уже не подстроился под меня. Александр Владимирович, с чем на вас взгляд связано, что в начале второго тайма отдали инициативу и не очень комфортно чувствовалось? Второй тайм, да, второй тайм немножко был не такой активный, как хотелось бы, да, немножко подсели, что ли, и сохранение счета, но, опять же, это, наверное, все-таки это приходит с опытом, это приходит с опытом, где, наоборот, надо при домашней игре, да, и начало, что мы просим и в начале игры, первые минуты активно играть, да, и начало второго тайма тоже. Ну, психологически, возможно, психологически, ну, и плюс, и соперник тоже, им надо было управлять ситуацию, они поактивнее играли, немножко перехватили инициативу, перехватили, да, им создавали моменты. Да, да, будем, будем работать на это. Вопрос к коллеге, Александр. Дмитрий Федорович, вот скажешь впечатление, что с годами торпеда становится моложе и немножко сложнее играть с более молодежными командами. Мне кажется, когда в команде было больше мужиков, ну, так вот, по 30, как-то, ну, по внушительней против молодежности таких команд играли. Два. Да, или это просто, или их мастерство этих команд растет, вот, ну, у молодежных команд, где 16-17 лет ребят, но они так играют зрело. Молодежные, да, но они же, и же, да, как, у них же интернаты практически у всех, да, их отбирают, отбирают, да, и отбирают лучших, да, по каким-то качествам, они быстрее молодые ребята, техничнее, да, их по этим качествам отбирают. То, что, да нет, я бы не сказал, то, что раньше, раньше было по-другому, да, нет, нет, еще обраскалили. Но серьезный дядька в команде неплохо был бы? Он обязан быть, да, обязан, ветеран обязан быть в команде, да, и как раз вот это люди, которые, в сложный момент на поле, да, готовы переломить ситуацию, взять инициативу на себя, да, где-то прикрикнуть, где-то своим примером показать, что надо выправлять ситуацию в плане игры, где-то подкат, жестко, с фолом, с нарушением, завести ребят. Такие люди должны быть в команде, обязательно, я считаю. Сейчас какая функция на команде? Нет. Как нет, ветераны наши, Саша Мясников, пожалуйста, Дима Чернукин, капитан команды. Зинович. Дмитрий Зинович, да, все ветераны, Александр Недогода, да. Все эти те люди, на которых молодежь равняется и которые показывают своим примером, что, как я говорю ребятам, что молодежи это сложно донести, да, особенно те, кто приходит там с детской мужской спортивной школы, что здесь уже мужской футбол, здесь на кону стоит и место в турнирной таблице, престиж клуба. Соответственно, в центре поля, да, как бы это не парадоксально, лежат премиальные, и за них надо биться, рвать, да, не жалея, как говорится, ничего. И, пожалуйста, вот пример с Сашей Мясниковым, он показал, что победа достается вот таким путем. Пользуясь случаем, Владимирские новости приглашают Александр Недогоду на интервью. Пожалуйста, договоритесь с ним, конечно, вопросов нет, но опять же все через пресс-атташе. Через пресс-атташе, да. Пресс-атташе не дает нам телефон. Это наши рабочие моменты, которые мы уже разберетесь, конечно, потому что у нас в договоре написано, как я знаю, что все интервью должны быть согласованы, конечно, с клубом. Я думаю, что Владимир будет не против. Решим вопрос при стации. Все, всех с победой! Спасибо. Спасибо.